Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христен Астеть. Чудо-шлем от украинского стартапа. Компания «Лимбит Амэ» уже около трех лет модернизирует тяжелую боевую технику. Команда создала шлем дополнителей реальности, который позволяет операторам танков видеть на экране специальных очков полную панораму происходящего снаружи бронированной машины. То есть владеет ситуацией на поле боя лучше противника. Разработка соответствует стандартам НАТО. О том, как работает эта система, я поговорю с моим гостем, представителем компании-разработчика, специалистом в искусственном интеллекте и компьютерном зрении Егором Морелевым. Егор, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Ну вот, собственно, как-то я пыталась объяснить, да, вот как это все выглядит. Я бы хотела, чтобы вы просто, знаете, простыми словами, да, объяснили, что имеется в виду, вот что это за чудо-шлем такой, как он работает, как он помогает вот тем людям, которые внутри, вот, собственно, какой-то машины, да, что-то видеть и принимать решения. Ну, на самом деле шлемы только часть этой системы. Есть набор камер, есть сервер, ну, хаб, который помещается внутри машины, и, собственно, шлем, который служит для визуализации всей этой информации. Мы собираем информацию с восьми камер, с телеметрию станка, сшиваем ее в панораму, отображаем нужную информацию для водителя, для механика-наводчика, у нас там несколько ролей, показываем панораму, телеметрию, и, собственно, это позволяет оператору видеть все, что находится вокруг. Дополняем это еще нашей системой распознавания и слежения за объектами, находим вспышки разные, и, получается, всю эту информацию мы можем запихнуть в один дисплей, который находится прямо перед лицом машиниста или оператора машины. Да-да-да, закончите. Это позволяет ему принимать быстрые решения, видеть только ту информацию, которая ему нужна в данный момент, и автоматически находить опасности, которые случились на расстоянии 300 метров. Если это, допустим, какой-то выстрел или какой-то танк в городских условиях, то наша система позволит визуализировать это все и отобразить ему на карте, и минимизировать время принятия решения для каждого члена ЕКПАЖа. Мы также разрабатываем наш интерфейс, исходя из стандартов НАТО, мы участвуем в группе по стандартизации этих изображений, и вот мы были в Афинах в этой рабочей группе, обсуждали с ними, у них есть свое видение, мы дополняем это все, вместе работаем. Планируем вот в Стокгольме с ними встретиться еще раз, извиняюсь, в Словакии. Ну вот смотрите, вы говорите о том, что, ну или это я сказала о том, что это, по сути, украинский стартап, да, чудо-шлем, украинский стартап. Украинские разработчики разработали это в Украине, но в то же время вы сотрудничаете с НАТО, да, для того, чтобы, собственно, эта разработка, она соответствовала там стандартам техническим, в частности, НАТО. Вот если говорить о странах-членах НАТО, в других странах, разве не было похожих разработок, может, было что-то похожее, что-то идентичное, и, собственно, чем этот украинский стартап, ваша разработка, отличается от того, что уже существовало и что уже, собственно, использовали в других странах? Да, есть несколько разработок. Biosystems, Elbit Systems разрабатывают похожую систему дополнительной реальности, которая транслирует изображение непосредственно на оператору, но они используют немножко другое решение, они используют некоторые одну камеру, некоторые делают немножко другую визуализацию, и наша система, она делает акцент на ситуационную осведомленность. То есть мы дополняем всю эту панораму некими подсказками, которые помогают оператору принимать быстрые решения. В этом наше основное преимущество сейчас. То есть можно сказать, что эта система, которая разработана в Украине, она, по сути, сейчас самая лучшая, самая совершенная? Она сейчас находится в активной стадии разработки. Мы надеемся прийти к этой цели в течение нескольких, думаю, лет, но все перспективы, все условия для этого, в принципе, есть. Ну хорошо, этот украинский стартап, эта система, учитывая то, что у нас уже пятый год войны, я надеюсь, она используется уже в Украине, на Украинском Востоке, вот там на линии разграничения, на линии фронта, и может в каких-то других еще странах она используется? То есть есть уже какой-то покупатель, и, собственно, процесс уже пошел. Мы активно сотрудничаем с украинской армией, они нам дают данные для нашей разработки, непосредственно тем, чем я занимаюсь, это анализом видеоданных, создание системы, которая позволит автоматически их автоматизировать, получать предсказания и помогать оператору. Мы уже тестировали нашу систему, наш первый прототип в Дисне на наших танках, и, безусловно, украинские военные очень сильно нам в этом помогают. И мы, я надеюсь, насколько я могу говорить о стратегическом видении, но я очень надеюсь, что мы будем с ними сотрудничать на максимально выгодных условиях. Однако есть некие сложности с государственной поддержкой этого механизма лично, я его не вижу в таком виде, который он сейчас... Нет, он не сильно помогает нам реализовать это все для нашей армии, но мы открыты для этого сотрудничаем. А вот если говорить о использовании системы не только в вооружении, да, а еще в каких-то других сферах, то есть оно может применяться еще где-то, кроме как фронта, боевых действий и так далее? Да, мы используем это для любой большой надземной техники, то есть для карьерной техники мы можем добавлять им такой функционал, как обзор для большой карьерной техники, то есть она может видеть, что происходит вокруг и тем самым не поломать ничего, ну это для них получается как большой парктроник, в двух словах, такими простыми словами, большой умный парктроник. Ну, есть много применений, да. И вот опять то, о чем вы уже сказали, о том, что ваша компания, по сути, единственная в Украине, я так понимаю, которая принимает участие в рабочей группе при техническом комитете НАТО по вопросам стандартизации систем дополнительной реальности для наземных платформ. Учитывая то, что Украина движется в направлении НАТО, это уже, по сути, и закреплено в Конституции Украины, нам очень важно сейчас наши стандарты, да, каким-то образом подтянуть к стандартам НАТО. И ваша компания, в частности, занимается, что, ну, частично вы тоже пытаетесь эти стандарты сделать, привести в соответствие стандартам НАТО. В чем самая большая сложность? Вот вы говорили о том, что это процесс не одного дня, и это тяжелый процесс, конечно, но в чем самая большая сложность и насколько хорошо это удается, да? Да, сложность в том, что, на самом деле, те стандарты, которые существуют и в НАТО сейчас, и у нас, они для дополненной реальности не работают. Потому что если всю информацию, которая стандартизирована для карт, не для дополненной реальности, выводить в очки, то будет очень много информации, будет все очень перегружено, ничего невозможно будет разобрать. Поэтому мы как раз работаем над тем, чтобы сделать эту спецификацию такой, чтобы она была хорошо адаптирована для дополненной реальности. И это, в целом, новая спецификация. Мы, естественно, учитываем наши пожелания, обсуждаем с коллегами о том, что должно быть, как это можно улучшить. И я надеюсь, придем к какому-то общему решению и удобному для всех. И вот, если в общем еще поговорить, да, об этой теме, то по данным агентства Deep Knowledge Analytics, Украина среди лидеров стран Восточной Европы по разработке искусственного интеллекта. Я бы хотела, чтобы вы рассказали свое мнение, да, вот свой опыт, как специалист, который работает в этой сфере, а почему так, почему мы среди лидеров, то есть что дает нам вот эти козыри. И, собственно, по поводу того, в каких сферах, в каких сферах сейчас в Украине применяется этот искусственный интеллект. У нас очень хорошее образование, очень хорошая экспертиза и очень много очень крутых программистов, которые, в принципе, хотят создавать что-то новое. И большая математическая база, они все готовы активно действовать в той области, которая, в принципе, находится на грани науки. И искусственный интеллект – это одна из областей, в которой такие умы могут применить себя. И мы, например, когда у нас есть свободное время, мы участвуем в конкурсах разных. Мы заняли третье место в конкурсе SpaceNet по распознаванию домов со спутниковых снимков. Заняли, получили золотую медаль на конкурсе от Airbus – это распознавание кораблей. Еще в израильском конкурсе принимали участие и сейчас активно в этом занимаемся. И мы видим, что людей, которые готовы конкурировать с западным рынком, их у нас очень много, потому что очень хорошая математическая подготовка, математическая база. Однако, к сожалению, нет нормальных программ по взаимодействию R&D-центров и институтов. И это большая проблема, потому что кадров действительно очень много. И после института я сам оканчивал КПИ, я знаю, насколько крутые ребята учатся, и они не могут найти себя в интересных и сложных задачах. Они вынуждены просто перепродавать свое время на западным компаниям. И мне кажется, что нужно именно это менять у нас в стране, чтобы создавалась правильная коммуникация между специалистами в этой области и институтами, чтобы мы могли давать им интересные задачи. Они могли на них развиваться, развивать нас, развивать себя в первую очередь и, естественно, страну, чтобы проекты их здесь удерживали. Да, потому что IT-потенциал, да, потенциал программиста в Украине огромнейший. То есть, по сути, сфера IT-это 4% ВВП нашей страны, да, и вот одни из лучших IT-шников, которые работают в Штатах, в Европе, да, это как раз украинцы. Знаете, что вот интересно, вот поскольку мы говорим искусственный интеллект плюс война, да, вот две темы. И на форуме в Давосе, это был январь этого года, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, он высказал мнение, что миру нужны законы для применения роботов в войнах. Он имел в виду, в частности, вооружение искусственного интеллекта, появление автономных систем вооружения, которые будут в состоянии сами выбирать цель и решать, атаковать людей без вмешательства человека в ситуациях, когда есть очень большой риск эскалации и нет отчетности. Ну, как бы, да, кажется, что это такое далекое-далекое будущее, да, какое-то даже из фильма фантастики, но, по сути, мы видим, что это будущее гораздо ближе, чем нам кажется. Что вы думаете о такой перспективе и в чем опасность? Я думаю, что непосредственно без вмешательства не получится это вырезать в ближайшие десятилетия, но тренд, что действительно идет все к автоматизации и к роботизированию существующих систем, он присущ. Мы, презентуя нашу систему на IDEX 2019, увидели, что большой запрос на автоматизированные системы, то есть много дронов, много автоматизированных турелей, и, естественно, они не все сами принимают решения по стрельбе, по атаке вражеской цели. Это сложное решение, потому что действительно непонятно, кто будет нести ответственность. Но максимально автоматизировать этот процесс, увести человека от демпосредственно боевых действий, это, я думаю, будущий тренд цивилизованных стран. И вот последнее, что бы хотела у вас узнать, какие следующие задачи, может, уже они стоят перед вами, может, уже какие-то задачи решаете или начинаете реализовывать в вашу компанию какой-то уже следующий проект, о котором мы будем говорить, не знаю, в следующем нашем эфире? Мы нашли потенциально около 10 заинтересованных лиц на этой выставке, и они все хотят смежное, но немножко не так. И это скорее выльется в несколько проектов, которые мы будем реализовывать и вместе над этим работать. И, конечно, то, что мы делаем сейчас, это основное наше направление, но по распознаванию, допустим, минс дронов, используя инфракрасные датчики и радары, мы можем, в принципе, делать R&D в этих направлениях. И я думаю, некоторые те заказы, которые у нас сейчас есть, мы будем реализовывать, исходя из нашей экспертизы, которую мы сейчас имеем. И думаю, в ближайшее время у нас будет еще несколько проектов в этой области. Ну, потому что есть специфика, да, у каждого заказчика есть своя специфика. И вот уже совсем последнее по поводу стоимости. Вот такой стартап, да, вот такая система, условно говоря, сколько было потрачено денег для того, чтобы это разработать, для того, чтобы это воплотить в жизнь, и, собственно, сколько сейчас это стоит для того, чтобы это просто купить и тем пользоваться? К сожалению, я занимаюсь не совсем стратегическими вещами и ценю образование. Меня привлекают технологии и разработка в них. Возможно, на это просто могут ответить наши руководители. Главное, что вам даже не было интересно узнать, сколько стоит то, что вы, собственно, разработали, над чем вы работали. Ну, хорошо, может, это просто только не интересно. Наша система, она просто может стоить как небольшую сумму, так и большую. Все зависит от комплектации камер, от комплектации, которую мы устанавливаем заказчику. Поэтому тут очень сложно сказать, это не полностью готовый продукт, который мы можем сказать, это цена такая, покупайте. Мы делаем, в принципе, как, представляем некий сервис по установке разных компонентов. Поняла. Поняла. Спасибо вам за этот разговор и я желаю вам удачи. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был специалист в искусственном интеллекте и компьютерном зрении Егор Морылев. Я, Христына, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ВТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и интересных событиях, происходящих в Украине.